По фактам гибели кыргызстанцев на руднике Кумтэр уголовные дела будут возобновлены, сообщил глава госкомиссии по изучению деятельности Кумтэра Аклбек Джапаров. Он отметил, что за всё время работы Кумтэра погибли 19 человек. По его словам, по всем фактам, из-за отсутствия претензий от потерпевшей стороны дела прекратились. «Мы рассмотрели, были ли исполнены постановления комиссии от 2013 года и правительства. Также проведён полный анализ того, соблюдались ли все требования компании. Член госкомиссии Динара Кутманова провела аналогию с ситуацией на руднике Паскуалалама, что на границе Чили и Аргентины, при этом отметив, что ситуация с Кумтэром масштабнее в сравнении со случаем в Южной Америке». «Вот поэтому у нас один в один повторяется история, как в Чили с Паскуалама. Но у нас она гораздо масштабнее, потому что в Паскуалама там ледники на территории 20 гектар, и речь там идёт о выемке 800 тысяч кубометров льда. У нас площадь ледников общая 100 квадратных километров, и выемку уже сделали 178 миллионов кубометров». По словам нового внешнего управляющего компании Тенгиза Бельтурюка, чтобы стабилизировать работу на руднике, необходимо в срочном порядке восстановить автоматизированные системы управления. Напомним, что 15 мая канадской компании был заблокирован доступ ко всем программам, обеспечивающим работу рудника. «Мы рассматриваем возможность увеличения производства и объемов излучения золота. У нас есть не только сульфидные руды, которые сейчас до сих пор, это основной источник добычи золота. У нас есть такой тип руд, называется оксидные руды. Оксидные руды от сульфидных отличаются тем, что они более легко обогатимы, себестоимость переработки значительно дешевле, то есть это более прибыльная и эффективная возможность извлекать золото». Члены комиссии также сообщили, что в отношении трех руководителей Кунтер Голд Компании возбуждено уголовное дело.